Бисмиллахи ррахману ррахим Иннальхамдалиллах Нахмадуху ванастаинуху ванастагфирух Ванаузу биллахи миншуруре анфусина Ванин сайи аати амалина Ман яхдихиллаху фаламуды лала Ван юрдил фалахадия ла Вашхаду ан ла иллаху вахдаху ла шарикала Вашхаду анна мухаммадан Абдуху варасулу Салла Аллаху вассаляму алейхи Ва аля алихи ва сахбихи ачмаин Амнабаад С позволения Всевышнего Аллаха Переходим к 3 или 2 главе В нашей книге Глава о достоинстве таухида О достоинстве единобожия И то что оно является Искуплением для грехов Или то что оно прощает грехи И мы будем зачитывать аяты И хадисы пророка саллаху алейхи салям Связаны именно с этой темой С этой главой И до этого мы примерно говорили Для тех кто отсутствовал еще раз напомним То что мы говорим о конкретной главе Из скольких глав из этой книги Из 67 глав Название всех глав мы уже зачитывали и говорили Затем как бы 3 пункта у нас есть Первый Как эта глава соответствует Как она связана с единобожием С таухидом Второе Общий смысл аятов и хадисов Который включил шейх в эту главу И третье Как эти аяты и хадисы Связаны с темой главы Так договорились или нет? Да То есть Бабу фадлит таухид Глава о достоинстве таухида О достоинстве единобожия И то что оно прощает грехи Говорит шейх Как эта глава относится к единобожию Есть ли эта связь какая-то с единобожием? Тут явно проявляется После того как автор книги разъяснил в первой главе Которая так называлась Китаба таухид Книга единобожия После того как он в ней разъяснил Обязанность единобожия Что единобожие является обязательной вещью Ваджиб Фарт Если хотите Таухид это фарт После того как мы это поняли Исходя из чего? Исходя из зачитанных аятов И хадисов пророка Саллаху алейху ассалям Поняли в чем заключается Смысл единобожия Суть единобожия А это поклонение единому И сторонение поклонение кому-либо кроме него Вот это смысл единобожия Автор во второй главе Разъясняет нам достоинство таухида После того как мы поняли Что таухид это ваджиб И что такое вообще таухид А каково его достоинство? В чем его преимущество у единобожия? Ва ассараху аль хамида Каковы его хвалимые результаты То есть чего достигнет человек Который придерживается таухида? Ва натайджаху аль джамиля Каковы его вот эти прекрасные плоды? Из которых прощение грехов То что Всевышний Аллах прощает грехи Шейх все это привел Вот эту вторую главу Привел аяты и хадисы И назвал ее таким образом Для чего? Для того чтобы побудить нас К единобожию После того как мы поняли Что это ваджиб Чтобы у нас проснулось Что? Желание, жажда изучать единобожие И исповедовать его Воплотить его в жизнь Для того чтобы побудить нас к этому И натолкнуть на это Он приводит как раз таки Вот эту главу Первый довод Который приводит шейх в этой главе Ва каули ляхи тааля Слова Всевышнего Аллаха Это аят из суры Ален Ам 82 аят Аллах говорит Те которые уверовали И не облекли свою веру Зульмом Несправедливостью Именно им Будет безопасность Именно они ведомы прямым путем Общий смысл этого аята После того как мы прочитали Вот этот аят Те которые уверовали И не облекли свою веру Несправедливостью Именно им будет безопасность И именно они ведомы прямым путем Что мы из этого понимаем Что значил этот аят Таик Шейх говорит Аллах сообщил в этом аяте Что те которые Очистили свое поклонение Единому Аллаху То есть поклонялись только Ему Сыхласом И не примешали К своему единобожию Никаких примесей Ширка То есть не примешали К своей вере Ничего из проявлений Язычества и многобожия Они будут обезопасены Они будут Аминун В безопасности От каких-либо ужасов И того что им неприятно В судный день Именно они будут идти По прямому пути В этой дуне Таик То есть Аллах Субханаху Атали Говорит Те которые уверовали Не облекли свою веру Несправедливостью Шейх говорит Что под несправедливостью Имеется ввиду Ширк Как об этом Сказал сам Мухаммад Саля Аллаху Алиху В хадисе Когда у него спросили Относительность справедливости Сахабы сказали А кто из нас Не проявляет Несправедливости Ведь несправедливость Разная бывает Так ведь Кто может сказать Что он Абсолютно на 100% Идеальный человек И справедливый По отношению К своим детям Допустим Или по отношению К своим женам Или по отношению К своим родителям Нет Каждый впадает Или по отношению Даже к самому себе Когда человек совершает грехи Разве он справедливо Относится к своей душе Нет Если человек Допустим Вот были приведены Примеры со стройками Не стройками И так далее Кого-то кинули Кого-то подставили Разве это справедливо Нет То есть каждый человек проявляет несправедливость в какой-то степени. Так ведь? Никто от этого не обезопасен. Пророк сказал, что каждый сын Адама ошибается, каждый человек впадает в грех, в несправедливость. И поэтому сахабы, когда услышали этот аят, только те, которые уверовали и не облекли свою веру несправедливостью, именно они в безопасности и они ведомы прямым путем. Понимание от обратного. Если же человек совершает что-то из несправедливости, получается он лишен безопасности и не ведом прямым путем. Так ведь понимание от обратного или нет? Да. И поэтому сахабы испугались этого. И спросили пророку, сказали, а кто из нас не поступает несправедливо? На что пророк сказал, что нет, это не то, что вы думаете. Что здесь не каждый вид несправедливости имеется в виду. Потому что человек либо поступает несправедливо по отношению к Аллаху, либо поступает несправедливо по отношению к самому себе, либо поступает несправедливо по отношению к людям. Несправедливость по отношению ко Всевышнему Аллаху Это что? Ширк Несправедливость по отношению к самому себе Грехи, когда человек делает Несправедливость по отношению к людям То, что было, да То есть ущемляет их права, может как-то Несправедливо к ним относится Вот И посланник Аллаху сказал, что в этом аяте Идет речь именно о первом виде Несправедливости Каком? Ширк Сказал, разве вы не читали слова Всевышнего Аллаха Слова Лукмана Аль-Хакима, мудрого Лукмана Который обращается к своему сыну и сказал Я, Абу Найя, ла тушрик билля Инна ширка ла зульман азым О мой сынок, не предавай лапса товарищей Воистину, ширк Является самой великой несправедливостью Также Всевышний Аллах, Субханаху Атала В Суре Аль-Бакара говорит Аль-Кафируна хуму-ззалимон Неверующие, именно они Несправедливые, то есть указывая Что куфр, ширк, вот это Есть суть несправедливости Самая большая несправедливость И именно об этой несправедливости идет речь Вот в этом аяте, те которые уверовали И не облегли свою веру Зульман, несправедливостью То есть как мы можем по-другому сказать, чем? Ширкам Те которые уверовали и не примешали Свой иман с ширком Уляйкаляхумул амну Вот им будет безопасность Именно они ведомы прямым путем Раз не облегли свою веру ширкам Значит были на таухиде, были единобожниками Их иман был правильный, акида была здоровой Вот такие люди Аллах им в этом аяте обещает что? Безопасность Ширк говорит, безопасность судный день Субханула, в этот ужасный день Когда читаются аяты про судный день У многих слезы наворачиваются Так ведь? Даже просто от представления того, что будет в этот судный день То есть действительно будет страшный, ужасный день Но Всевышний Аллах, Субханулаху ата аля Говорит, что для некой категории людей Будет безопасность Они будут находиться в безопасности в этот день Это кто? Единобожники Те, кто исповедовал таухид Прослеживается в этом аяте достоинство таухида или нет? Разве это не достоинство? Когда столько людей, Субханулаху в таком состоянии будут находиться И вспомните все то, чем описано этот день Будет группа людей, которые что? Будут находиться в безопасности Достоинство? Опять же в этой дуне Сколько, мы говорили, людей отклонились направо или налево С пути пророка, слава салям, сбились Однако, как нам узнать На прямом ли пути человек или нет? Если он единобожник, он на прямом пути Аллах, Субханулаху ата аля Говорит, вахум мухтадун И они ведомы прямым путем Кто они? Те, которые веровали и не облекли свою веру? Ширка? То есть, муахиды, единобожники Аллах про них говорит, что они мухтадун Значит, здесь достоинство безопасности И достоинство следования прямом пути в этой дуне уже Как этот аят связан с нашей главой? То, что он указывает на достоинство таухида Как только что мы об этом сказали И то, что оно прощает грехи Следующий шейх приводит хадис И говорит «Он Убадата бни Самит» Хадис от Убадата ибну Самита Рада Аллаху анху Да будет доволен им Аллах Каля, каля Расулу Аллаху салли Аллаху алейкувасалям Он сказал, что посланник Аллаха салли Аллаху алейкувасалям Сказал «Маншахидан ла Ильяха илля Аллах Вахдху ла Шарикаля Ва Анна Мухаммад Абдуху уа Расулюх Ва Анна Иса Абдуллахи уа Расулюх Тот, кто засвидетельствовал И тот, кто засвидетельствует Что нет никого достойного поклонения Кроме Аллаха И подтвердит это свидетельство словами Единого, у которого нется товарищей И что Мухаммад его посланник Его раб и посланник Также засвидетельствует Что Иса Раб Аллаха и его посланник И то, что это слово его Посланное Марьям И дух от него Что рай является истиной И огонь является истиной Такого Аллах ведет в рай В зависимости от его дел Или несмотря на его дела Этот хадис приводит Умам Аль-Бухари и Муслим Когда мы прочитали этот хадис Что мы узнали Общий смысл хадиса Анар-Расул, саля Аллаху и его салям садар амин хума сын дуна ширк посланник аллаху алейху ассалям сообщил нам в этом хадисе разъясняя достоинства талхида и его почет то что тот кто произнесет два свидетельства мухаммаскал тут то свидетельствует что ля и ля и ля 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 что нет никого достойного кроме аллаха единого которым нется товарища у анна айса абдуллахи урасулю это что риса также посланник аллаха и его раб вот здесь такой момент многие говорят тут особенно с людьми нашей нации когда беседуешь не гаднет айса айса это же их пророк ты почему говорит что если вы то это их это это не наш это не наш наш и айса и муса все они исповедовали единобожие все пророки посланники исповедовали единобожие у них была одна акрида все они исповедовали то ухит однако есть способ поклонения всевышним аллаху или методы поклонений образ поклонения всевышним аллаху у них разнился зависело от того как повелела всевышнего как повелел в их время в их местности поклоняться так и поклонялись но поклонялись единому аллах в этом все пророки посланники были едины поэтому как мы говорим не наш все кто поклоняется единому аллаху наш автоматически это и об этом сообщил куран об этом сообщил пророк сараллах в том числе в этом хадисе сказал засвидетельствовал что мухаммад раб аллах его посланник и айса тоже раб аллаха его посланник, раб Аллах его посланник, поэтому вот это выражение Иса это их, а Мухаммад это наш, а Муса это вообще вот их, нет это неверно, это противоречит, это неправильное вероубеждение у такого человека и надо объяснять ему что и Иса наш, и Мухаммад наш, и Муса наш, однако мы следуем Мухаммаду, потому что его шариат до судного дня он был последний из пророков и посланников и нам было велено следовать ему и его шариат до судного дня и тот, кто засвидетельствует, вот эти два свидетельства что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, ля илях лялах свидетельство чего? единобожие, свидетельство таухида так ведь? то, что Мухаммад его посланник, зная смысл этого свидетельства и совершает дела в соответствии с тем, что требует это свидетельство как явно, так и скрыто то есть, как явные дела, так и скрытые дела и будет сторониться излишеств и упущений относительно этих двух благих пророков Исы и Мухаммада, алейхим ас-саляту ас-салям почему шейк говорит, что из этого хадиса мы узнали что нужно сторониться упущений и излишеств? в чем? где? разве здесь есть слово упущение, слово излишество? кто скажет? люди могут впасть либо в упущение либо в излишество относительно этих двух пророков Мухаммада и Исы алейхим салям как в этом хадисе? где в этом хадисе проявляется это? в отношении Исы излишество не сделали возвысили его да, хорошо, но шейк говорит вот из этого хадиса мы поняли что недопустимо ни то, ни это где? в каком месте в хадисе указание на это? право саллаху алейхим салям сказал подтвердит, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник и то, что Иса раб Аллаха и его посланник когда мы говорим раб Аллаха тем самым мы избавляем себя от чего? от излишества от обожествления этих пророков то есть люди впадают в излишество относительно них как? начинают их обожествлять считают, что они не просто рабы а что это уже господа стали и тем самым впадают в излишество а как уберечься от упущений в словах и посланник кто-то говорит да нет, вообще это никто и следовать даже им не надо обычные люди такие же как мы раз раб такой же как я нет и посланник чем он от тебя отличился? да, он раб такой же раб перед Аллахом как ты но он посланник которому было велено следовать которому было велено следовать поэтому когда мы говорим что как Мухаммад, так и Иса раб Аллах и его посланник то есть раб не дозволено ему поклоняться посланник велено было ему следовать мафхом то есть тот кто подтвердит их посланничество и то что они являются рабами Всевышнего Аллаха и нет у них никаких хасаис рубубия то есть отличительных черт из черт господства айканабильджанна будет убежден что есть рай он уже создан и он ждет своих обитателей рай создан или не создан вот сейчас или только перед судным днем Всевышний Аллах его создаст какой долиль? вот создан говорите все и так же все говорите все что мы говорим на все долиль есть давайте долиль хорошо огонь огонь создан или нет вот сейчас вот сейчас джаганам есть какой долиль много-много-много аят в хадисах на это указывают что рай это уже создан Аллах сухханахваталя говорит что это издуновение огня так ведь джаганал хайр Аллах суххханахваталя говорит уиддат лиль кафирин уиддат таутта не сякина является признаком какого фиаля? маден мудуаря или амр? я махиб нахуй ты любишь нахуй брат давай я знаю какой фиал? уиддат уиддат маден на какое время указывает прошедшее уже создан уготовлен для неверующих приготовлен уже тот кто был убежден в существовании рая и уверен в нем также в существовании огня пророк салам сообщил что тот кто во всем это уверовал то его конец будет в раю просто сказал адхаляхулахуль джанната аля маканамин аль амаль такого Аллах сухханахваталя введет аля маканамин аль амаль ученые говорят два тавсира у этих слов либо в зависимости от его дел либо несмотря на его дела то есть если вот такой человек единобожник даже если у него были грехи все равно Аллах его в раю в итоге введет либо такой тавсир либо аля маканамин аль амаль в зависимости от дел имеется ввиду насколько больше и качественные были у него дела тем выше он будет в раю тем лучшее положение у него будет в раю два тавсира от этих слов То есть, либо, несмотря на его дела, то есть, даже если грехи были, все равно, в конце концов, в рай попадет. Второе, что? В зависимости от дел будет его степень в раю. Тот, кто засвидетельствовал, что ля илях иляллах, даже если он грешник, порог саласалян сказал, все равно в итоге в рай попадет. По причине чего? По причине таухида. Достоинство таухида улавливаете или нет? Поэтому шейх привел этот хадис. Поэтому, говорит, мунаса бадуль хадис лильбаб. Как этот хадис, какое отношение этот хадис имеет к названию нашей главы? Какой? Достоинство таухида и то, что оно искупляет грехи. Православа сказал, несмотря на его грехи. Достоинство таухида и то, что оно искупляет грехи. Мы видим в этом хадисе разъяснение достоинства таухида и то, что оно является причиной вхождения в рай и искупления для грехов. Так или нет? Так все ясно. Аль-хамдулля. Переходим на следующий хадис, который приводит шейх. Переходим на следующие слова шейха или на следующий аят, на следующий хадис? На следующий аят, на следующий хадис. Может, на следующее высказывание какого-то человека? Может, на следующее предположение? На следующее выдвинтое мнение? Нет, на следующий аят, на следующий хадис. И вы увидите, до конца книги так и будем, иншаллах. От аята переходить к аяту, от аята к аяту, от хадиса к хадису. Ничто иное, как аяты и хадисы мы сказали, но справедливости ради подчеркнули, что главы в этой книге шейх, что написал? От себя. Но в сами же главы внес что? Аяты из Курана. Сами же некоторые из глав, допустим, бабу ковли ляхи таалии арифу на ниамат Аллахи сумма инкеруна. Глава относительно слов Всевышнего Аллаха, они признают милости Аллаха, затем отрицают их. То есть даже в самих же главах опять аяты, никуда от этого не уйдете. Поэтому, как Хазрат сказал, если, допустим, просят нас, что вы изучаете? Изучаем аяты и хадисы пророка, не что иное. Разбор аятов и хадисов посланника Аллаха, говорит, так же у них приводится хадис. У кого у них? Если мы в предыдущем хадисе сказали, привели его двое, значит, если в следующем хадисе мы читаем, и у них же двоих, значит, сборник имама аль-Бухари и муслима. Так же приводится хадис Айтбана, где сказано, Воистину Аллах сделает запретным огонь для того, кто скажет ля-илях и ля-илях, стремясь тем самым к лику Аллаха. Посланник Аллаха сообщил и сказал, воистину Всевышний Аллах сделает харамом запретным огонь для того, кто скажет ля-илях и ля-илях, стремясь, желая лика Всевышнего Аллаха. Желая лика Аллаха, то есть искренне скажет, имеется ввиду. Аль-Ма'на-ль-Иджмали-ль-Хадис. Общий смысл этого хадиса. Что мы из него понимаем? Пророк, салалаллаху алейху ассалям, сообщил нам, утвержденным сообщением, Сказал, воистину Всевышний Аллах запретил огню касаться того, кто скажет ля-илях и ля-илях, тот, кто произнесет слова ля-илях и ля-илях, направляясь к тому, на что указывают эти слова из искренности и отрицания многобожия, и совершая деяние, то есть не просто произнесет, а также будет совершать деяние, явно и скрыто в соответствии с этими словами. И тот, кто скончается на этом, то есть до конца своей жизни будет на этом, не отступится от ля-илях и ля-илях, пророк салалаллах сказал, лям тамаса хуннар, не коснется его огонь, не коснется такого человека огонь в судный день. То, что человек будет обезопасен, еще раз говорим, от огня, то, что огонь даже не коснется того, кто скажет свидетельство ля-илях и ля-илях, свидетельство таухида, указывает ли на достоинство таухида? Указывает, конечно. Поэтому мунасабуту аль-хадис лильбаб. Как этот, если нас просят, ну и какое отношение этот хадис имеет в главе о достоинстве таухида? Мы скажем, что в этом хадисе явное указание на достоинство единобожия. То, что оно обязывает того, кто скончался на единобожие, что он постигнет ан-наджат, будет спасен от огня и будут прощены ему грехи. Может ли человек зайти в рай без того, что ему будут прощены грехи? Нет. В рай он только для чистых людей, безгрешных. Рай только для безгрешных. Поэтому либо Всевышний Аллах по своей милости прощает человеку все грехи и вводит его в рай безгрешным, либо что по своей мудрости очищает его от грехов посредством огня и затем он все равно входит в рай безгрешным. Безгрешным. Как Аллах Суханаху Атали говорит, тыптум фадхулуха. Тыптум, то есть стали вы безгрешны, стали вы чистыми, поиб фадхулуха. Теперь заходите в рай. Я к чему это говорю? То, что в этом косвенное указание на прощение грехов. Человек не может зайти в рай, кроме как будут прощены ему грехи. Значит, в этом хадисе опять же содержится указание на прощение грехов и на достоинство единобожие. Следующий хадис, который приводится в этой главе. Абу Саид Аль-Худри. Абу Саид Аль-Худри был Миналь Муксирин Аль-Хадис? Из тех, кто много хадисов передал. А много это сколько? То есть сколько надо передать хадису, чтобы считаться Муксирин? Больше тысячи бараков. Был он из них или нет? Да. Точно? Был. Был. А как звали Абу Саид Аль-Худри? Абу Саид это куня. Саид Аль-Худри. Аллах Ак-Па. Здесь написано Бросаат. А, все понятно. Все понятно. Задак Аллаху Айм. Там так написано, да? А кто такой Абдулла ибн Укайс? Подсказываю, сподвижник, которого звали Абдулла ибн Укайс. Если я вам скажу, вы скажете, аааа. Он что ли? Хорошо, Мухаммад. Абдулла ибн Усман. Кому? Абдулла ибн Усман. Подскажи ему на ушко. Абубакр. Абдурахман ибн Усахар. Абу Хурай. Абу Хурай ради Закла Хайрн. Абдулла ибн Укайс. Кто-нибудь знает? Домашнее задание дать? Ну, чего вы прогуглите и все. Абу Муса Аля Шари. Сподвижник. Знали Абу Муса Аля Шари или нет? Все знали. Абу Муса Аля Шари. Как его звали? Абдулла ибн Укайс его звали. Запомните. Абдулла ибн Укайс. Ставит. Ана Висааидин Аль Худри. Передается от Абу Саида Аль Худри. Рада Аллаху Анху. Да будет доволен Малах. Ана Набия салли Аллаху Алейху Ассаляма. О том, что Пророк салли Аллаху Алейху Ассалям сказал. Сказал Муса. Пророк Муса имеет в виду. Я, Рабби. Алимни шей'ан азкурука ва адуу кабихи. О мой Господь, обучи меня тому, посредством чего я буду поминать тебя и взывать к тебе. Каля. Куль я, Муса, ла иллах иллалах. На что Всевышний Аллах сказал ему. Скажи, Муса, ла иллаха иллалах. Слова чего? Таухида. Каля, я, Рабби. Куль лу аибадик я кулю нахада. На что он сказал. О мой Господь, все твои рабы говорят это. Каля, я, Муса. Он сказал, о Муса. Ла у анна ссамавати ссаба ва амирахунна гайри ва ла арадина ссаба фи кифа. Ва ла иллаха иллах фи кифа. Ма лад бихинна ла иллах иллалах. Он сказал, о Муса, если все семь небес с теми, кто на этих небесах помимо меня, и все семь земель положить в одну чашу весов, и ла иллах иллах на другую чашу весов, то ла иллах иллах все равно перевесит. Общий смысл этого хадиса. Мы увидели, что в этом хадисе Муса, алейхи ссалам, попросил своего Господа о том, чтобы он обучил его какому-либо поминанию, посредством которого он будет прославлять, восхвалять его, и будет приближаться к нему посредством него. И Муса, алейхи ссалам, как бы знал то, что эти слова, очень многие люди повторяют их на языке у многих творений. Однако он хотел, чтобы Аллах выделил его или для него какое-то поминание, посредством которого бы он отличился от других. Однако Всевышний Аллах в этом хадисе разъяснил достоинство этого поминания, на которые он указал, и то, что ничего не сравнится с ним, с этим поминанием, в своем достоинстве. Мунасабу туль-хадис лиль-баб, шейк говорит, как этот хадис относится к главе, то, что в нем мы видим разъяснение достоинства слов Таухида, ведь ля-иллах лиллах, был упомянут дзикр, и то, что ничего не сравнится с ним, в своем достоинстве. Ученые говорят, что этот хадис недостоверный. То, что этот хадис недостоверный от правок, саллиллаху алейхи ва салям. Следующий хадис, последний в этой главе. Который приводит имам от Тирмиди и сказал, что он хасан от Анаса. Анас ибн Малик, рада Аллаху альху. Он говорит, Я слышал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, сказал, Сказал Всевышний Аллах, субханаху ата'але. Как называется хадис, который начинается таким образом? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал о том, что Всевышний Аллах, субханаху ата'але, сказал, как называется такой хадис? Кудси или кудуси. И так, и так. Кудси и кудуси. Что Всевышний Аллах сказал. Ябна Адам, лау атейтани бикураби арди хатая, сумма лякитани ла тушрику би шайа, ла атейтука бикурабиха махфира. Аллах Субханаху Ата'ля сказал, О сын Адама, если ты явишься ко мне с грехами, величиной, с землю, и встретишь меня, не предавая мне сотоварищей, то есть не совершая ширка, встретишь меня единобожником, ла атейтука бикурабиха махфира. Я приду или явлюсь к тебе с таким же прощением. С прощением такого же размера. Альман Аль-Иджмали Лиль-Хадис, общий смысл этого хадиса, Яхберу Набию, саляллаху алейху вассалям, ан-Рабихи аз-за-ваджал, Аннаху Юхватибу Аибадаху, посланник Аллаха, саляллаху алейху вассалям, сообщает от своего Господа то, что он, обращаясь к своим рабам, к нам, говорит, И тем самым разъясняя широту своей милости, говорит, То, что Всевышний Аллах прощает грехи, Сколько бы их много не было, Пока все это меньше ширка, то есть пока не настигла ширка, то есть все, что кроме ширка, Что Всевышний Аллах прощает все грехи, как бы много их не было, Мы видим этот хадис, похож с аятом, Где Всевышний Аллах говорит, Воистину Аллах не прощает ширка, Однако прощает все, что меньше этого, кому пожелает, Или все, что помимо этого, кому пожелает. Поэтому не отчаивайтесь, братья, в милости Аллах Субхану Хваталя, В Аллахе, Многие люди, вместо того, чтобы в сердца людей вселять надежду, На милости Всевышнего Аллах Субхану Хваталя, Они наоборот, Субхану Хваталя, Побуждают их к чему? К отчаянию в милости Аллах Субхану Хваталя, Это неправильно, И многие, многие говорят, я не знаю, на что они опираются, Говорят, если ты совершил грех, затем покаялся в нем, И снова совершил этот грех, Либо говорят, тебе уже нельзя больше каяться в нем, Как шайтан их обманывает, Либо говорят, если ты опять покаешься, Получится, что ты издеваешься над Аллахом, То есть, как будто бы ты покаялся, Снова сделал и опять, Ты же когда каешься, говоришь, что больше не вернешься, А ты опять вернулся к этому греху, Поэтому получится, что ты издеваешься над Всевышним Аллахом Субхану Хваталя, Либо вот так это оправдывает, Вот это заблуждение, вот это невежество, Это не так, Это противоречит словам Всевышнего Аллаха Субхану Хваталя, это противоречит хадису права, не говорили об этом наши ученые, наоборот, все из Курана, это невежество, поэтому, как мы тоже с братом говорили, Ибн-Уль-Каим, прекрасные у него слова, он говорит, действительно, невежество, отсутствие знаний, это смертельная болезнь, болезнь, которая ведет к смерти, вот в этом вопросе, даже если взять невежество, вот в этом вопросе, когда человек думает, что нет ему покаяния, Аллах не простит, или если я попрошу покаяния от того греха, в который я уже впадал, то все, это получится, что я издеваюсь над Аллахом, и это еще хуже, это невежество, это заблуждение, и оно ведет его к чему? К тому, что он не кается, еще раз совершает эти грехи, и вообще может уйти из религии, то есть это губит его полностью, а по причине чего? По причине невежества, невежество смертельная болезнь, говорит, что невежество это смертельная болезнь, а лечение этой смертельной болезни в двух вещах, упорядоченных вещах, тексты из Курана или Сунны, а врачом этому является мудрый ученый, смотрите, у нас есть болезнь, так ведь? Есть болезнь, которая может привести к летальному исходу, эта болезнь какая? То, что человек убежден, имеет акыду, что нельзя просить покаяния, если ты совершил грех еще раз, это болезнь, причиной этой болезни является что? Невежество, так ведь? Как мы будем ее лечить? Как наши ученые будут ее лечить? Посредством Курана и Сунны, Аллах Субхану Ахвата'ля говорит, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Человек, который говорит, нет тебе прощения, лучше даже того бы не делай, получишь, что ты издеваешься над Аллахом. Этот человек побуждает вот этого грешника, говорит ему о милости Всевышнего Аллаха Субхану Ахвата'ля, или наоборот побуждает к отчаянию? Побуждает к отчаянию. Аллах говорит, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Далее смотрите, Аллах Субхану Ахвата'ля прощает все грехи, все. Воистину он прощающий, милостливый. Каждый знает, Субхану, кто-то думает, я же вот это совершал, я же вот это делал. Сейчас у каждого в голове такие могут быть мысли, даже страшно, Субхану, как некоторые сахабы же говорили, иногда такие мысли возникают, что даже подумать страшно, что свалиться с небес любимее для нас, чем озвучить то, что у нас в голове, то, что у нас в сердцах, из того, что приходят из тех наущений, которые посещают нас, это из слов сподвижников. То есть, и вот точно так же каждый человек знает себя. Каждый человек себя знает, во что он впадал, с чем он встречался и так далее. Но знаете, братья Баракаллафикум, Аллах говорит, Аллах прощает все грехи. Вот все, о чем вы сейчас подумали, это относится к все грехи или не относится к все грехи? Относится. Все грехи абсолютно прощает Всевышний Аллах. Это аят из Кур'ана. Пророк, саллиллаху алейху саллим, сказал, тот, кто покаялся, тот, кто совершил тауба, подобен тому, кто и не совершал греха. Считай, что его не было. Если ты искренне покаялся перед Аллахом, сожалел о том, что ты совершил, оставил этот грех, и когда просил прощения Всевышнего Аллаха, был убежден, что ты никогда не вернешься к этому греху, вот это считается искреннее покаяние, то такой человек что? Как будто бы не совершал даже этого греха. Об этом сообщил пророк, саллиллаху алейху саллим. Вот вам хадис. Есть, не ошибаюсь, слова Абин-Утаймии, когда у него спросили, сказали, если человек покаялся в каком-то грехе, оставил, сожалел, затем снова вернулся к нему, что ему делать? Он говорит, еще раз каяться. Он говорит, хорошо, он покаялся и опять вернулся к этому греху. Что делать? Он говорит, еще раз каяться. Смотрите, уже слова ученых противоречат словам вот этих людей, которые запрещают покаяние. Говорят, нет, нет, ни в коем случае. Ему говорят, а если еще раз, он говорит, еще раз кается, и до каких пор, пока, говорит, шайтан свои руки не опустит и не поймет то, что все бесполезно, этот человек любит Аллаха, кается перед Аллахом, понимает величие Всевышнего Аллаха, как тогда проявится имя Всевышнего Аллаха, Тот, который наставляет своих рабов к покаянию и принимает от них это покаяние, почему мы пришли к покаянию от каких-то грехов, потому что Аллах нам помог, посопутствовал в этом, тот, кто сопутствует своим рабам, чтобы они совершили покаяние от каких-то грехов и принимает от них это покаяние, прощает им грехи, вот это смысл значения от Тауап, Если бы люди не каялись, не грешили, не каялись, как бы проявилось это имя Всевышнего Аллаха, не каят, поэтому пророк, саллаху алейкум ассалям, в хадисе сказал, если бы люди не грешили, Аллах бы заменил их другими людьми, которые грешили и каялись, поэтому пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал, каждый сын одному ошибается, но лучше из ошибающихся, кающихся, те, которые Тауба делают, поэтому Тауба надо побуждать к Таубу, каяться постоянно, Аллах, субханаху ата аля, говорит, Лихон, кайтесь перед Аллахом все вместе. Не то, что мы вместе собрались и каяться. Нет, каждый, каждый, имеется в виду, должен каяться. Не то, что какая-то джамат должен быть, чтобы покаяться, как у суфистов. Невозможно что-то сделать, кроме как вот в кружок стать и вот вместе. Нет. Имеется в виду, пусть каждый из вас каяться. Кто скажет, я что ли такой праведный, каяться буду? У меня борода почти до груди. Да, Субханалла, каждый сына дома ошибается. То, что ты считаешь, что ты не грешный, уже грех. Халас? Кайся перед этим. За это точнее. И также что? Даже такой момент есть, мы об этом говорили тоже с братьями, что человек, который не кается сразу за свой грех, на него налагается, добавляется еще одно покаяние. За что? Аллах, Субханалла, побуждает нас каяться, повелевает нам каяться. Если согрешил, говорит, покайся. Это его приказ. Если ты согрешил и не покаялся, выполнил приказ, если вы не выполнил, значит еще один грех, значит уже на тебя два греха. Первый за то, что согрешил, второй за то, что согрешил и не покаялся. Вот тот, кто откладывает тауба, он должен, во-первых, покаяться в грехе, во-вторых, покаяться в том, что он откладывал покаяние. Это важный момент. То есть попросить Аллаха прощения, что он откладывал свое покаяние. Сразу каяться нужно в грехах. То и... Шейх сказал то, что этот хадис, который имам от Термидии привел, то, что он схож с аятом из Кур'ана, где Всевышний Аллах, Субханаху Атали, сказал, воистину Аллах, Субханаху Атали, не прощает Ширка, не прощает Ширка, однако прощает все, что мне нет, и у кого он пожелает. Аллах, Субханаху Атали в Кур'ане говорит про свое писание, про Кур'ан. Если бы Кур'ан был не от Аллаха, они бы нашли в нем много разногласий. Аллах, Субханаху Атали говорит, Аллах прощает все грехи. В аяте Сура Аниса говорит, Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи. Как понимать? В одном аяте прощает все, в другом аяте говорит, не прощает. Именно так, братья. Если ты даже не покаялся, то, возможно, по своему сону тебе может отслежиться. Именно так, где знак Малхайр. Именно так. Или можете, знаете, что сказать? Что аят, в котором сказано, Инна Аллаха ля ягферу ан юшракабихи. В аяте Аллах не прощает ширко. Этот аят относительно тех, кто уже скончался. Относительно мертвых. А что касается аята, Инна Аллаха ягферу зунуба джами'а. Аллах прощает все грехи. Это относится к тех, кто еще живой. Аля кайдиль хая. Как говорится, пока еще живой. Почему? Мы говорим, откуда такое разделение? С чего ты взял? Потому что Аллах говорит, Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Мертвый человек может отчаиваться? Нет. Нет, только живой. Поэтому этот аят касается живых. Тот, кто еще живой, Аллах ему прощает все грехи, даже ширк, если он покается. А тот, кто уже скончался, если он не покаялся от ширка, этот ширк не будет прощен. Всевышний Аллах. Понятно, как совмещать? Есть разногласия какие-то? Один аят противоречит другому? Нет. В чем причина того, что кажется, что один аят противоречит другому? В нашем невежестве. Мы просто не знаем других хадисов и аятов, которые толку растолковали бы нам. Мы не до конца смотрим. Когда мы уже поняли, вот допустим, даже элементарно, начало аята прочитали, не говоря же про другие, Мы уже понимаем, что это касается живых, потому что живые могут отчаиваться. Мертвый не может отчаиваться. Это касается живых, и у живого есть фурса, есть возможность покаяться, есть шанс такой. А тот, кто уже скончался, нет. Это что? Страшно, если человек скончался и не покаялся в ширке. Аллах сказал, что не прощает. И точно так же, вот в этом хадисе, Пророк сказал, о том, что Всевышний Аллах сказал, о сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами, величиной землю, но встретишь меня, не приобщая мне за товарищи, то есть будешь единобожником, будешь на таухиде. А как человек будет единобожником, будет на таухиде? Если он не изучал таухид, если он не читал книги по таухиду, не слушал лекции по таухиду, не посещал уроки по таухиду, не говорю же о том, что кто предостерегает от тех, кто призывает к таухиду, научает людей и так далее, об этом молчим вообще. Как человек станет единобожником? Никак. Как один из арабских поэтов сказал, желаешь спасения, но не следуешь путями этого спасения, войска корабль никогда не поплывет по суше. Хочешь быть единобожником, но не изучаешь единобожие? Хочешь быть муахидом, но не слушаешь лекции, не читаешь книги по таухиду? Как? Каким образом? От таухида таухид. Единобожие, единобожие, братья, всегда старайтесь изучать, слушать, где есть возможность посещать. Барак Аллафикум. Мунасабутуль хадис лильбаб. Как этот хадис относится к главе? Я думаю, тут даже можно не комментировать. Глава, достоинство таухида и то, что оно прощает грехи. И в хадисе пророк, саллиллаху алейкум, сказал, о сына дому, если ты придешь ко мне величиной с грехами, с целую землю, не предавая мне сотоварищей, то есть, будучи единобожником, то я приду к тебе с таким же прощением, с такой же величиной прощения. Ана фихи далялен аля кастроти савабит таухид. В этом указание на большую награду того, кто исповедует таухид. Уанна ху юкафирус зунуб. И то, что оно прощает грехи. Махма кастрот. Сколько бы их не было, сколько бы их не было, если человек 100 человек убил, есть ему покаяние или нет? Есть. Есть и тысячу? Есть. А если миллион? Есть. Если два миллиона? Да, всегда будет. Пока ты каешься, Аллах будет принимать твое покаяние. Будет принимать покаяние, сколько бы ты не каялся. И мы говорим, мы, Аллах Субханаху Атали, нам вели, сказал, следуйте за тем, что не спослано вам от вашего Господа. То есть за Кураном и с сунной, и пророк Субханаху Атали. И аль-хамдуля, мы будем следовать Курану и сунне. Будут приходить там люди и говорят, нет тебе покаяния, нельзя каяться, если ты еще раз. Скажем, брат, извини, мы следуем Курану и сунне, Аллах нас побуждает не отчаиваться в его милости и каяться, повелевает нам каяться. Если мы не покаялись, повелевает нам каяться в том, что мы не покаялись. Так ведь? Пророк, салаллаху алейху ассалям, обещает нам такие награды и говорит, что наш Господь прощающий, принимающий покаяние. Но извини, мы не можем последовать тебе, который пришел и заявляет то, что противоречит этому всему. Это один аят, который привел шейх на достоинство единобожие и один, два, три, четыре хадиса, один из которых недостоверный и три достоверных хадиса, которые указывали на что? На достоинство таухида и то, что таухид прощает грехи. Ламай каферу минадзуну, кто тут арабский изучает, вот эти хуруфджар, мин, так ведь немножко про арабский. Хуруфджар, у них на самом деле очень много смыслов. Из них самый вот такой, который первый в голову приходит, скорее всего, это таухиды, то, что часть какую-то. И когда читают, многие люди говорят, у мая каферу минадзуну, и та часть грехов, которые она прощает, та часть грехов, которую она прощает, или некоторые из грехов, которые они прощают, думают так, потому что минадзунуб, шей ан минадзунуб, как будто бы что-то из грехов прощает таухид. На самом деле, мин, у него очень много значений, и у хуруфджар вообще много значений. И здесь мин не таухиды, то есть, здесь мин не имеется ввиду часть грехов а что более правильно перевести его на кафе у меня друг это что-то и прощает грехи все грехи то есть достоинства таухида глава достоинства таухида это что-то и прощает грехи вот так будет правильно перевести он актафи бихазель кадрова санна вау-ла-ла-на-бина мухаммад валих и сахбиха ажбаин альхамдуллиллхи роббиланами джазаку мухайрам